Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. И в этом видео хочу немножко, может быть, даже на философскую тему поговорить насчет, в принципе, финансового состояния на протяжении всей жизни. Есть некое убеждение, что даже есть много картинок разных на эту тему, что вот есть три фазы жизни, когда ты маленький, когда ты взрослый, когда ты уже пожилой, да? Я думаю, все эту картинку видели. Я даже сейчас высвечу, может быть, в этом видео на экране. Вот существует некое убеждение, что когда ты маленький, у тебя есть очень много сил, очень много времени свободного, но нет денег. Когда ты уже повзрослел, когда ты уже начал работать, да, там, у тебя есть силы, у тебя есть деньги, но у тебя нет времени, да, свободного ни на что, потому что ты работаешь. И потом, когда ты уже состарился, ты уже в пожилом возрасте, у тебя есть деньги, у тебя есть время, но у тебя нету сил ни на что. И этот вот парадокс, он преследует большинство людей по всей жизни. И многие считают, что это так и есть, это закономерность. Так вот, в этом видео хочу рассказать, как разбить этот порочный круг и как сделать так, чтобы у тебя, начиная с детства и на протяжении всей твоей жизни, с финансами все было хорошо. Как заполнить все три пункта – деньги, силы и время – на всех этапах жизни, чтобы в итоге жить действительно так, как тебе это нравится. В частности, всем родителям, у которых есть дети, рекомендую посмотреть это видео до конца, чтобы, может быть, своим детям как-то исправить жизненную ситуацию и сделать так, чтобы на всех этапах жизни, от малого возраста и до пожилого возраста, чтобы все было в финансовом плане хорошо, по времени хорошо и по силам тоже, чтобы силы были насладиться жизнью. Итак, смотрите. Первый этап жизни, когда человек-ребенок. И вот на картинке это обычно стоит так, что когда ты маленький, у тебя есть время, у тебя есть силы, энергия там, но у тебя нет денег. Как этот вопрос исправить? Тут нужно подключиться в первую очередь, естественно, родителям. Многие родители начинают копить деньги своим детям на будущее, но делают это не совсем правильно. То есть они откладывают деньги куда-то там себе под подушку, или в Германии на шпарбух какой-нибудь, да, где сейчас на данный момент вообще никаких процентов практически нет. И что в итоге происходит? Когда деньги откладываешь таким образом, то их жирает инфляция. Каждый год жирает их инфляция, и они теряют свою ценность год за годом. И вот как сделать так, чтобы у ребенка к его сознательному возрасту, там к 18-20 годам, был уже такой солидный финансовый старт для жизни, чтобы он не должен был пахать и работать так, как вот сейчас в основном большинство взрослых делает, чтобы он мог уже вести к 20-25 годам такую жизнь, как вот хочется, да, наслаждаясь ею, а не на работе, да, как немцы говорят, хамстер ради, да, чтобы не крутились. Лучше всего откладывать детям деньги, начать сразу, как только они рождаются, и начать откладывать не на шпарбух, там не под подушку куда-то, а самый простой способ, который абсолютно всем людям доступен, это открыть детский юниор, называется, депозит в банке, например, в Комдиректе, и поставить шпарплан. Шпарплан экономии по-русски, если переводить, называется. Шпарплан, который каждый месяц будет автоматически снимать с вашей конты определенную сумму денег и инвестировать ее, например, в ETFs. Таким образом, к 18 годам за счет силы сложного процента, если правильно инвестировать, то можно получать где-то от 5 до 10% годовых каждый год. И к 18 годам, когда вы это проделаете, например, если ребенок только родился, и вы 18 лет подряд откладывали определенную сумму денег, и каждый год увеличивали сумму вклада на 2%, 2% это именно тот процент инфляции, который в среднем сейчас есть в Германии, я сейчас говорю про Германию. В итоге у него скапливается очень солидная и приличная сумма денег, которая позволит ему стартануть в взрослую, хорошую, нормальную, обеспеченную жизнь. И задача вторая во время до 18 лет – дать ребенку финансовое образование, финансовую грамотность, объяснить, показать наглядно, как ребенок в будущем должен правильно обращаться с деньгами, как приобретать активы, какие варианты есть, как следить за деньгами, откуда приходят, куда уходят, как правильно вкладывать, куда инвестировать, чтобы все у него было хорошо. В итоге получится такая штука, что к 18 годам ваш ребенок будет по мозгам, по отношению к деньгам достаточно развит, достаточно умен, чтобы правильно обращаться на счастье с этими деньгами. И в итоге к совершеннолетию своему у него уже есть достаточно солидный стартовый капитал, чтобы правильно дальше работать с этими деньгами и не идти на работу на дядю и пахать на нелюбимой работе достаток своей жизни до старости, а правильно, допустим, инвестировать эти денежки и увеличить еще больше пассивный доход тем самым. И в итоге что получается? Что когда человек маленький был, да, ребеночек, и вот до своего совершеннолетия, до возраста, когда он уже может идти на работу, в итоге вы закрыли все три пунктика по вот этой картинке. У него есть силы, у него есть время и у него уже есть деньги. Мы этот вопрос закрыли, решили. Дальше переходим в фазу взрослого человека, когда он идет уже на работу работать. Конечно, классно, если сочетается то, что человек идет на работу, от которой его прет, которая ему нравится, он кайфует реально от нее. Это в идеале. Но такое случается, к сожалению, очень редко. Такое бывает очень редко. И вот если вы дали своему ребенку финансовое образование, как правильно обращаться с деньгами, как правильно инвестировать, как правильно их умножать, экономить, как наращивать правильно капитал, то к возрасту, когда он уже идет на работу работать, у него есть уже стартовый капитал, он знает, как с теми деньгами правильно распорядиться и прокручивая их, приобретая активы, создавая активы, он умножает, умножает, умножает еще. В итоге получается еще больше денег. И что мы видим? На втором этапе жизни, взрослой сознательной жизни, мы закрыли также все три пункта. То есть у него есть время, у него есть деньги, и у него есть силы для того, чтобы начать наслаждаться своей жизнью. Ну и если перейти к старости, то также у нас есть теперь и силы, и время, и деньги, потому что мы сделали все правильно, начиная с детства. Мы сделали все правильно, когда были в средней стадии жизни, когда у нас были, было нам 30, 40, 50 лет, мы сделали все правильно, у нас есть солидный капитал, мы разбогатели, и к старости. В принципе, мы уже и в среднем возрасте это можем не наработать, потому что у нас уже все хорошо, но и к старости, соответственно, у нас уже тоже так же есть и деньги, и силы, и энергия. Силы может быть уже поменьше, но мы не обязаны, вот, например, знаю, есть несколько стариков, немцев, которые вынуждены сейчас ходить на работу на 400 евро, чтобы подзарабатывать к своей пенсии, потому что пенсии не хватает на жизнь в Германии. И вот чтобы такого не случилось, достаточно родителям позаботиться о своих детях на стартовом этапе жизни, на первом этапе жизни, то есть правильно инвестировать деньги, использовать силу сложного процента, чтобы был солидный стартовый капитал. Потом в среднем возрасте, когда человек имеет уже солидный стартовый капитал, родители позаботились о финансовом образовании, то есть саморазвитии, как правильно обращаться с деньгами, человек в итоге вырос, он понимает, что такое деньги, как они работают, как их умножать, как их сохранять, и дальше у него в жизни все хорошо. Вот так, в принципе, можно разорвать этот порочный круг и рекомендую вам внедрить это в свою жизнь, даже если, может быть, ваши дети уже выросли, даже, может быть, если вам уже 30-40 лет, все равно не поздно начинать. Не поздно начинать обучаться финансовой грамотности, не поздно начинать инвестировать. В долгосрочной перспективе на 15-20 лет, если правильно инвестировать деньги, то все равно это будет намного лучше, чем если в итоге оказаться в старости, скажем так, без штанов. Вот такое видео, надеюсь, оно было вам полезно и интересно. Если да, ставьте лайк, ледитесь этим видео со своими друзьями. Кому интересно, какие варианты есть, как можно создать ценности, активы, которые в итоге будут приносить пассивный доход. В своей книге «5 шагов к созданию пассивного дохода» в Германии с нуля я описал 4 варианта простых, которые доступны абсолютно каждому человеку. Как при помощи интернета можно создать такие активы, которые будут в итоге приносить пассивный доход. Ссылочка на мою книгу прямо под этим видео. Кому нужна консультация, предлагаю на данный момент абсолютно бесплатно и бескорыстно. Ссылочка также под этим видео. Консультация по созданию пассивного дохода в Германии. Кому надо, пожалуйста, кликайте, регистрируйтесь. Дальше мы с вами свяжемся, обсудим время, дату и проведем консультацию. Консультация будет в режиме онлайн или по телефону. И в течение часа мы разберем с вами, с тобой, твою жизненную актуальную ситуацию, что у тебя как есть, какие цели, куда стремишься и как тебе их наиболее удобно и быстро можно достичь. Ну, а кому интересен онлайн-бизнес и автоматизированный онлайн-бизнес, то есть как можно создать такой онлайн-бизнес, который можно вывести потом на автопилот и пассивно зарабатывать деньги, причем неважно, работаешь ли ты, учишься или же сидишь на социале, то прямо под этим видео есть ссылочка на мою новую обучающую программу по созданию книжного бизнеса, по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии, которая позволит при любом раскладе создать себе пассивный источник дохода и потом деньги, которые, если ты, допустим, работаешь, ты можешь создать себе дополнительный источник дохода таким образом, параллельно с работой и все деньги, которые ты будешь зарабатывать, доход, который ты будешь получать с книжного бизнеса, ты можешь потом пустить, например, на инвестиции, на приобретение других активов, на масштабирование, на использование силы сложного процента и тем самым очень быстренько наберешь тебе хорошую сумму денег, хороший капитал нарастишь, который потом уже в пенсионном возрасте очень сильно тебе облегчит твою жизнь. Ссылочка на обучающую программу также находится под этим видео. На этом все. Спасибо, друзья, за внимание. И до новых встреч. Увидимся в следующем видео. Пока. Тебе понравилось это видео, и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. И забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео, и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь, я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию, или прочли мою книгу «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, а то, что у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так. Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпонамаренко.com. Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.